Здравствуйте, это Политека Онлайн, студии Инга Мизерия, и мой гость сегодня Илья Пономарёв. Илья, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы сейчас в Соединённых Штатах Америки. Скажите, пожалуйста, вот что там думают по поводу Ким Чен Ина, потому что появилась информация от Южной Кореи, от Сеула, что он уже несколько месяцев находится в Коми, а вот если почитать издания, которые говорят американские, то представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать это сообщение. Что вообще говорят в Соединённых Штатах Америки на эту тему? Может быть, у вас больше информации? Ну, посмеёмся хором вместе с Белым домом. Мне кажется, что здесь действительно пресса, она ищет каких-то таких сенсаций. И вот это такая классическая жёлтая история относительно Комы. Ким Чен Ина, я тоже в неё не верю, это не подтверждается никакими внешними признаками того, что происходит в этой стране, и на это нету никаких официальных данных, поэтому, ну, и просто, ну, то есть он довольно молодой человек, поэтому я в это совершенно не верю. Скорее, просто прессе нечего писать в эпоху коронавируса. Но все подобные контакты, которые были у Трампа и с Ким Чен Ином, и со многими другими там международными лидерами, включая того же Владимира Путина, Трамп же всё время начинал, говоря о том, что вот он самый великий переговорщик, самый удачливый, самый крутой, что он может там с чёртом договориться на выгодных для Соединённых Штатов условиях. Ну, во внешней политике всё это не так гладко работает, и там договорённости с Китаем превратились в торговую войну с Китаем, с Россией мы тоже видим, что, соответственно, ни взад, ни вперёд. Ну, и вот тему Ким Чен Ина, я думаю, что пресса вытаскивает исключительно для того, чтобы лишний раз там подтыкать Трампа острой палкой и посмотреть, как он будет скорчиться. Ну, если у Кома Ким Чен Ина непонятно, есть она или нет, то российский оппозиционер Алексей Навальный, он как раз в Коме находится, уже в Германии, да? Вот как вы вообще увидели эту ситуацию, которая произошла? Что это было, есть ли у вас какие-то подозрения? Ну, ситуация, конечно, загадочная совершенно, тем более, ну, тем такая политизированная, что даже когда начинаешь на её тему как-то вести какой-то холодный анализ, тебя сразу либо с одной, либо с другой стороны начинают обвинять в том, кому ты продался. Поэтому я сразу скажу, что я и с самого начала предложил семье Алексея тоже помощь, связанной с лечением на Западе, и действительно искренне надеюсь, что всё будет хорошо, он поправится, всяческие лучи поддержки, хотя все знают, что у меня с Навальным отношения лично очень сложные, но, конечно, я очень надеюсь, что мы можем их выяснять с ним в личном общении, а не там, то есть, приходить на могилы друг друга. Что касается всё-таки подоплёки происходящего, то я действительно не понимаю, зачем бы это могло понадобиться центральной российской власти. есть, конечно, самое простое объяснение, что Навальному попали в руки какие-то острые материалы, которые какой-то из кремлёвских кланов воспринял для себя опасными и, соответственно, решил устранить расследователя для того, чтобы это не распространялось дальше. Но мне кажется, что такая версия, она была бы более правдоподобной, если бы мы говорили об этом в контексте самого Томска, где это всё произошло, там, российского региона, с достаточно такими жёсткими силовыми структурами, там, в российских регионах, в каждом, в каждой из областей они разные, но вот в Томске они как раз такие, которые могли бы что-нибудь подобное, что-нибудь подобное сделать. Но если подтвердятся версии, что Навальный был отравлен какими-то боевыми отравляющими вещества, на данный момент, вот мы с вами говорим об этом, никакого подтверждения нет, там, клиника Шерите берлинская, она, на самом деле, если читать оригинал, его сообщение сделало довольно аккуратное утверждение, то есть она сказала, что клинические признаки, то есть внешнее состояние Алексея, указывает на вероятность попадания в его организм вот такого-то токсина. Но при этом они сказали, что сам по себе токсин не выявлен, необходимы для этого дополнительные исследования, которые они на данный момент ведут. Поэтому то, что там сразу все подхватили о том, что это там яд и все прочее, скорее всего, это так и есть, конечно. Но, тем не менее, это немножко преждевременно говорить, но если это яд из вот этих боевых отравляющих веществ, то, конечно, это не могли быть регионалы, а это могла быть только центральная российская власть. Михаил Кодорковский сделал предположение, что это сделано, чтобы отвлечь внимание российской оппозиционной публики от Беларуси, потому что там большой поток информации в соцсетях, там сочувствие, пожертвования и всего прочего. Это, значит, Александр Григорьевич Лукашенко сильно вредит, и вот, значит, так Путин проявляет свою солидарность. Но мне кажется, все-таки эта версия какая-то немножко натянутая. Я бы все-таки связывал это с какими-то расследованиями, которые проводил Алексей. Ну, а вот расследование, которое не проводится в России по поводу возможного отравления Алексея Навального, насколько я понимаю, уголовное дело не заведено. Как вы думаете, почему? Ну, опять-таки, если это отравили власти, то понятно, почему. В общем, ответ на это самый очевиден. Но при этом есть как бы чисто формальная сторона вопроса. Яд не выявлен в ходе тех исследований, которые проводились в Омске. Там не выявлен он, потому что не хотели его выявить, или не выявлен он, потому что слишком слабая техника или врачи. Это, опять-таки, другой вопрос. Но с точки зрения правоохранительных органов нету повода реагировать, поскольку если нету яда, то, соответственно, нету и покушения. Там шел человек, плохо себя почувствовал. На эту тему уголовные дела не заводят. У нас есть другой пример моего большого друга Владимира Кармурзы, соратника Бориса Немцова и Михаила Ходорковского. Его вообще дважды отравляли в России. В обоих случаях все показывает на то, что факт отравления было, вплоть до того, что Владимир мог четко предположить, когда это произошло, с какой едой и все прочее. Он писал заявление в правоохранительные структуры, но никакого расследования не было ни в России, ни, между прочим, на Западе. Ровно по той причине, потому что никто не смог выявить отравляющего вещества. Ну, вообще, вот знаете, яды у меня ассоциируются с каким-то средневековьем. Вот почему современная Россия прибегает к таким древним методам? Ну, ты бы предпочла, чтобы они прибегали к снайперским винтовкам. В общем, на самом деле, разницы в этом смысле никакой нет. Это высокие технологии. Во времена позднего Советского Союза был целый ряд примеров, когда использовались яды для отравления оппонентов. Да, между прочим, и Степан Бандера был устранен ровно таким же образом. Вот, так что это такая в этом смысле традиция. И, по идее, этот способ, он должен быть наименее опасным для окружающих и наиболее простым для киллера, хотя мы видим по целому ряду примеров последнего времени, например, отравление Александра Литвиненко полонием в Лондоне или то, что происходило в случае с Сергеем Скрипалем, что в обоих случаях был общественно опасный способ, который привел потом к большим дипломатическим скандалам, ровно по той причине, что это был яд, а не какое-то более точечное воздействие. Вот Handelsblatt, немецкое издание, пишет, Запад должен ответить санкциями на покушение на убийство Алексея Навального. Как вы думаете, будет ли какая-то более серьезная реакция от Запада, если, например, подтвердится или выявят вот те токсины, ядовитые вещества, которые могут быть связаны непосредственно с правительством России? Ну, во-первых, действительно должны быть доказательства, это очевидно. Во-вторых, мы видим, что самый серьезный случай, который был, это покушение на Сергея Скрипаля, в данном случае это покушение на британского гражданина, хоть там российского происхождения, но уже британского гражданина, произошедший на территории Великой Британии, общественно опасным способом, в ходе которого погиб другой, совершенно посторонний, невинный британский гражданин спецслужбы Великобритании, смогли доказать российское участие в этом, вплоть до идентификации конкретных исполнителей. Ну и мы видим, соответственно, масштаб реакции. То есть он был, был, но он фактически ограничился высылкой ряда дипломатов из европейских стран, и в общем и целом на этом все закончилось. Ну, я не думаю, что по поводу того преступления, которое происходило на территории России, без участия иностранных граждан, что будет какая-то реакция более жесткая, чем та, которая была на Скрипалей. А вот знаете, я просто, может быть, это только я, не сведущая, хотя я думаю, что много зрителей Политека Онлайн на моей волне. Вот история со Скрипалями, с теми двумя исполнителями, которые потом давали интервью Russia Today и говорили, что они вообще были туристы и совсем по другой причине там. Собственно, их же не выдали британскому правосудию. Чем закончилась эта история в России? Ничем. Ну, то есть они сказали, вот мы там, да, просто туристы ездили, шпили, вели и так далее. Вот было пять минут позора на российском телевидении, но как бы и про них, про всех забыли. Думаю, что сослуживцы, скорее всего, до сих пор над ними иронизируют, как над двумя личностями не вполне понятной сексуальной ориентации. Ну, сгорели, соответственно, агенты, как бы и все. Но, естественно, никто никого не выдал. То есть просто ушли на пенсию? Да. Давайте поговорим еще о Навальном и о том, что некоторые эксперты называли его кремлевским проектом, то есть той оппозиции, которая выгодна Путину, потому что она вроде и яркая и совсем не опасная. Вот сейчас как вы к этому относитесь? И есть ли какие-то предпосылки, думать, что, опять же, вот это отравление связано с этим? Ну, смотрите, есть такая грань, которую многие, скажем, не скажу, несведущие, да, то есть, но любители, комментаторы очень склонны переходить. Это вот эта грань между человек, который находится в диалоге с властью и человек, который выполняет команду власти, которая создана этой самой властью. Я никогда не считал, не считаю, и мне кажется, это абсолютно ошибочной точкой зрения, что Навальный – это проект Кремля, то есть человек, которого вот искусственно создали, внедрили и который ходит по чьей-то команде. Я считаю, что это не так. Я считаю, что Алексей – человек очень яркий, талантливый, амбициозный, безусловно, считающий себя будущим президентом страны, идущим к этой цели, борющийся за власть и так далее, и тому подобное. В то же самое время, я уверен, там не на 99%, а на 100%, и у меня есть соответствующая информация, что он, конечно, находится в диалоге с отдельными башнями Кремля. Он берет от них информацию по своим расследованиям и взамен получает определенную крышу. Не скажу покровительство, да, но определенный элемент защиты, потому что понятно, что любой другой российский оппозиционер, у которого там уже два условных уголовных дела, это просто даже по Российскому процессуальному кодексу, имея один условный приговор, если возникает второй приговор, то он автоматически должен превратиться в реальный. Тем не менее, вот Алексей Навальный, наверное, единственный человек в стране, в отношении которого это не происходит. И, конечно, целый ряд там тоже недоброжелателей Алексея, когда произошло это отравление, они начали говорить там, а зачем ему это нужно, а может быть это специально, там, поскольку у него в последнее время достаточно сильно упала популярность, он поссорился с большим количеством представителей журналистского сообщества, своих коллег по оппозиции, то вот, значит, либо он сам, либо те, кто его ведут в российских спецслужбах, значит, имитировали его отравление для того, чтобы восстановить популярность, и для того, чтобы как раз отвести от него соответствующие подозрения в сотрудничестве с какими-то кремлевскими структурами. Возможно это? Ну, конечно, теоретически все в жизни возможно, но мне не кажется, это очень вероятно. Давайте теперь немного о Беларуси. Вот как вы видите развитие ситуации там? Уже две недели идут протесты, Лукашенко не сдается, Европа реагирует достаточно спокойно, мы вот глубокую занепокоенность видели еще в Украине, что будет дальше? Ну, на самом деле, очень трудно сказать, потому что ситуация затянулась, и я считаю, что у белорусской оппозиции был реальный шанс взять власть в первые выходные после начала протестов. Существенно меньший шанс, но тем не менее, он тоже был во вторые выходные после начала протестов. Сейчас пошла уже третья неделя, они заняли такую стратегию ненасилия, но я считаю, что есть тоже грань между словами мирный протест и вот ненасильственный протест. То есть можно мирно и без оружия брать власть, а можно даже и с оружием просто сидеть, значит, выходить в больших количествах, садиться на землю и ничего не делать к вязчему удовольствию правящего режима. Ну, вот мне кажется, что в Белоруссии сейчас пока развивается второй вариант, и главное, на мой взгляд, надежда и главный фактор, который может привести к падению действующей власти, это запастовочное движение. Если оно будет расти, то тогда рано или поздно действующий президент будет вынужден уйти. Если запастовочное движение начнет затухать, а там формирование координационного совета без участия рабочих, без участия представителей трудовых коллективов, там один человек только был, то это, конечно, скорее всего приведет к тому, что в целом все это движение будет задавлено, так же, как было в России задавлено болотное движение. Кстати, по той же самой абсолютно причине, потому что протестующие отказались от союза с рабочим классом. Ну, а вот мы же помним, что говорил Лукашенко, что ну а что дальше, когда зарплату не получать, а шахтеров там из Украины завезем, а телевизионщиков из России завезли, когда местные начали бастовать. то есть, какой вот этот вот предел, сколько времени есть еще у тех же профсоюзов, чтобы и показать свою позицию, и не остаться вот так вот без зарплаты? Ну, насчет там без зарплаты всех этих локаутов, которых пообещал Лукашенко, это, конечно, блеф, потому что, во-первых, в таком количестве рабочих не завезут, во-вторых, рабочие будут бороться с этими штрейкбрейхерами, одно дело, там, интеллигенция в кавычках, то есть, ну, какой-то там креативный класс, который там несколько десятков человек привезли для работы на белорусской телерадио компании, чтобы продолжать врать в прямом эфире, там это, наверное, еще было возможно, но невозможно завести трудовой коллектив на Беларусь Калий или на БелАЗ или на МАЗ, вот на такого рода бастующие заводы, поэтому, на мой взгляд, такой опасности нет. Не платить зарплату можно, и Александр Григорьевич, хотя вот у него такой вроде образ человека левых, едва ли не левых взглядов, но, тем не менее, трудовое законодательство в Беларуси сейчас одно из наиболее жестких и антирабочих, более антирабочие, чем в России, и тем более более антирабочие, чем в Украине. На этом основании он может сделать шаги, чтобы не платить людям зарплату, но здесь уже созданы формы солидарности, которые набрали большое количество денег частных пожертвований и пришли даже какие-то деньги из Евросоюза, которые направлены ровно на эту самую задачу, на то, чтобы кормить тех, кто бастует, так называемый фонд солидарности, это обычная практика при проведении забастовок протеста, она очень распространена в Европе и не только в Европе, по всему миру, и если рабочие будут держаться, то без куска хлеба они не останутся. Европейский Союз и Россия, кто из них заинтересован в том, чтобы Лукашенко поменять? Думаю, что Россия в этом заинтересована больше, чем Евросоюз, потому что Александр Григорьевич для Путина это и стратегический вызов, он очень популярен, и на самом деле реакция в соцсетях со стороны многих россиян доказывает, что Александр Григорьевич по-прежнему в России очень популярен, несмотря на все эти фальсификации выборов и так далее. И пока он не начнет стрелять в своих граждан, я думаю, что уровень его популярности будет держаться на высоком уровне. Вот если он перейдет эту черту и откроет огонь по восставшим, он же бряцал уже в прямом смысле слов, этим автоматом и так далее. Вот если черта будет перейдена, то, скорее всего, популярность посыпется. Пока он очень популярен и поэтому для Путина это такой стратегический конкурент. Кроме всего прочего, Лукашенко, конечно, достаточно тяжелый партнер по любым переговорам, то есть у него это крестьянская хватка, он все время пытается что-то выторговать себе и тяжелый пассажир. если придут Сергей Тихановский или Барыка или кто-то другой, то, конечно, в Кремле их считают людьми, с которыми справиться будет существенно проще. И поэтому Лукашенко поддерживают скорее для того, чтобы не создавать прецедента поддержки оранжевой революции у Кремля. Общая эта линия, мы всегда поддерживаем действующую власть. Но я не верю в то, что Москва применит какую-то там вооруженную силу. Да, пропагандистские все вещи, это безусловно, но вряд ли будет какая-то военная интервенция. А вот позиция Запада, она гораздо более осторожная и, я бы сказал, прагматичная. С одной стороны, есть Польша или Литва, страны, которые исторически искали пути повышения своего влияния на Беларусь. И Лукашенко для них препятствует повышению этого влияния. Они эти две страны преследуют свои собственные интересы и считают, что любая смена власти в данном случае для них будет позитивной. А вот остальной Запад и Западная Европа и особенно Соединенные Штаты, они очень боятся получить вторую Украину в том смысле, что вторжение Путина или просто, что страна дополнительно толкнется в объятия Кремля из-за ухода Лукашенко. И поэтому их позиция гораздо, гораздо более взвешена. Они не готовы идти даже по сценарию Венесуэлы с признанием Тихановской избранным президентом. Через сколько будет понятно остается у власти все-таки Лукашенко или будут новые выборы, будут изменения? Сколько времени вы даете ему? Я думаю, что не больше недели, после чего мы можем говорить уверенно. Уже сейчас я считаю, что Чаша довольно сильно склонилась в его сторону. И сейчас бы я оценил как более преимущественные шансы то, что он сможет удержаться. Но это первая победа, если она произойдет, это будет первая победа, потому что легитимность его полностью подорвана внутри его собственной страны. Я не говорю про все остальные страны, это не играет большой роли, но внутри его собственной страны люди знают, что он находится у власти незаконно, и это качественное отличие от того, что было до того. До того фальсификации тоже были, но тем не менее, все-таки большинство народа его поддерживало. Сейчас это уже не так, и этот режим, конечно, стратегически обречен. Но я очень надеюсь, что это не будет агония продолжаться бесконечно долго, потому что чем дольше она будет длиться, тем хуже будет для Беларуси, как для страны и ее граждан, которые честно трудятся и честно зарабатывают свой кусок хлеба. Большое спасибо вам, Илья. Илья Пономарев был гостем нашей студии по скайпу. Смотрите нас в YouTube и на Политека онлайн. Подписывайтесь на наш канал. Я Инга Медеря с вами прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...